приветствую вас на своем канале сегодня хочу показать как сделать спиртовую горелку для приготовления пищи и для обогрева палатки делать ее буду при помощи медной трубки диаметром 6 миллиметров стеклянной баночки бинта и так поехали отмеряем 30 сантиметров медной трубочки а а а а а и а и а и а и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Теперь в нашу банку заливаем спирт. Спирт пригодится не только в банке, но и на рыбалке. Вставляем крышку и закрываем так, чтобы наши фитиля из бинта опускались в спирт. Переворачиваем банку и проверяем на текучесть. Нигде ничего не течет. Все надежно и быстро. И вот в таком положении мы видим, что птичей нигде нет. И теперь поджигаем. Немножко нужно подержать зажигалку или спичку, так как в гараже у меня сейчас минус пять. И спирт не выделяет достаточных паров. И вот видим, немножко подогрели и у нас загорелась наша горелка. Планы подогревает спираль. Тем самым спирт выделяет больше паров. И у нас отлично и замечательно работает наша горелка. Вот я сейчас выключу свет. И мы видим отличные планы. Эта горелка может работать на любом топливе. Может работать и на бензине, и на солярке. Но спирт, он не выделяет вредных веществ. При помощи спирта можно и приготовить, кушать себе, и подогреть еду. А также можно использовать теплообменник для обогрева палатки. Вот при помощи вот такой вот консервной банки с отверстиями. Я ее ставлю сверху на баночку. И уже сверху можно размещать или чайник, или сковородку, для того, чтобы приготовить себе вкусный, замечательный обед. И попить чайку. При помощи данной горелки отпадает вся необходимость в использовании больших газовых баллонов, которые занимают место в машине. И можно также использовать как теплообменник. Вот ставим консервную банку сверху на пламя, накрываем ее любой металлической крышкой и получаем очень хороший теплообменник. 100 грамм спирта хватает примерно на 3-3,5 часа горения вот такого вот пламени. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Не забывайте подписываться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok